тут у нас трущоба нищих и тут они живут и мы пока что это тоже менять не будем мы будем очень жестоким диктатором наша цель заработать деньги привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и это тропика по поводу некоторых комментариев которые писали что я типа того откуда такие деньги и так далее я не собираюсь сделать прохождение я собираюсь просто еще раз сама для себя и может быть ску и для кого это будет полезно показать как начинается так чтобы у вас не было денежных проблем для этого давайте возьмем новую игру и давайте возьмем компанию по крайней мере изменения мира династию мы возьмем а у меня тут две династии в принципе вот это вот моя так сказать основная династия там шесть человек уже с нее и начнем вам доводилось слышать о людях основавших династии столь велики что их имена остаются в веках я из таких новый мир новые возможности никаких ограничений мой остров может стать чем угодно он может стать житницей бескрайними полями и многолюдными рынками или могучим промышленным центром где заводские трубы возносятся до небес а доки полны всевозможных экзотических товаров или раем на земле вечным карнавалом манящим путешественников со всех концов земли пока что это всего лишь убогий клочок суши посреди океана но он еще засияет берем вот такую вот сложность насколько я помню именно такая она была средняя средняя иногда единственное что по-моему я свою компанию когда играла стихийные бедствия у меня были редко давайте оставим иногда и так новая миссия два острова нам дается бау-бау каю до фортуна это принципе стандарт давайте туда и отправимся о карибы богатые нетронутые земли мой новый дом как здесь все красиво и многообещающее новая жизнь вдали от политических интриг старого мира возможность начать все заново и поступать по своему разумению мне осточертела затхлость воздуха и умов на родине нужно сменить обстановку мне удалось добиться назначения губернатором на этот остров впрочем других желающих все равно не было уникальный подход к управлению позволит мне превратить эту колонию в настоящий райский уголок всего-то и надо немного досок немного гвоздей доверный послушный советник добро пожаловать на карибы губернатор позвольте представиться лорд оксфорд посол его величество в этих местах ну и так далее в общем у нас все понятно это начало это идет представление кто куда и зачем так мы нажмем на паузу сейчас у нас тут вылезет пи мульти пи мультима и так далее и тому подобное так ну что ж вот очевидно и он да нет не он мои поздравления у меня для вас сегодня потрясающее предложение как представитель короны я могу предложить вам эксклюзивную торговую лицензию так одно бесплатное торговое судно но я не порчу отношения с корона я покупаю обычно вот так вот лицензию его величеству нужны деньги плантация сахар понятно подводного дворца его величество зажрался и так ладно сахарная плантация это все понятно пауза и начинаем прежде всего инфраструктуру и друзья возможно я возможно скорее всего я буду подрезать это видео просто для того чтобы как говорится экономить время мы все знаем мы все знаем мы все играли в тропика это ни для кого не новость как тут и что тут происходит поэтому особой красоты я тоже тут наводить не буду то есть наша цель это прибыль соответственно этим мы и будем заниматься и так что нам там сахарная плантация давайте за добрым короля сахар вижу так ну что меня интересует меня интересует наша имбовая культура хлопок и когда речь идет о хлопке тут никаких красотах и прочим мы говорить не будем давайте сразу думать где мы будем строить нашу инфраструктуру соответственно я так вижу что поля это здесь и промышленный центр весь будет тогда у нас где-то в этой стороне ну а город будет двигаться в ту сторону как я предполагаю потому что в конце концов все эти фермы я сносить не буду они потом когда выходят гидропонную культуру они очень становятся маленькими вот занимаются только вместо сколько занимает сам домик а на месте поля можно потом строить все что хотите вплоть до подводных замков так и так далее так неплохое место для хлопка так здесь так скажем потянет еще так два хлопка есть плантация но не очень не очень согласна что тут конечно в этой компании земли не очень на тот хлопок давайте сюда его как-нибудь удаленная такая у нас тут будет плантация хлопковая и еще одну надо поставить обязательно начинаю что-то захожу а все не очень хорошо ну вот как-то может может быть может быть здесь таким образом мы это дело сделаем так теперь дороги обязательно так тут у нас проблемная дорога как я уже и говорила в предыдущем видео так здесь мы не можем у нас нету ладно сюда отправим отряд разведывательные а именно вот куда и мы с туда подальше так да друзья извините секундочку я сделала звук потише а то тут сейчас все будут кричать ну вот как на так и музыку потише и все остальное потише поскольку я так видела на своем видео что она там орет орет все что у нас имеется у нас имеется одна контора перевозчиков строительная контора 1 и всего этого нам мало нам нужен дальнобойщик еще один на наши плантации так нам нужно нужно раньше с ламами сразу посмотреть где они будут вот тут в принципе неплохо так вот ламы это конечно проблемная проблем очки у нас с ламами они никогда не становятся где-то на совсем таком очень хорошем месте так еще и еще раньше с ламами вот теперь должно хватить так и соответственно что у нас там хотели сахарную плантацию давайте построим сахар еще вроде как пока что еще можно так вот здесь вот рядышком так и дорожка и так у нас есть раз два три четыре хлопка две плантации с ламой и контора дальнобойщиков и еще один порт и так порт ставим сразу не хочет так на порт и мне надо ставить сюда в эту сторону у меня промышленность сюда будет поэтому давай уж как то крутись и если мы подождем Продолжение следует... Продолжение следует... Все остальное вроде пока что у нас работает. И по идее прибыль должна пойти, как только мы построим все эти наши фермы. Поехали! Так, отряд пошел разведывать. Не буду я расходоваться, подождем, на строительной компании. Что там у нас хотели? Сахар? Нет, сахар у нас приоритет не будет иметь. Кукуруза, пускай здесь так и будет. Кстати, по поводу местного потребления. Отлично, все. Бюджет поднимать я тоже не буду. Делаем сначала высокий приоритет на одну и высокий приоритет на другую. Нам сразу нужны деньги, нам сразу надо чем-то торговать. Соответственно, торговля пока что... Никакие ананасы, ничего мы не будем. Хлопок, в принципе, кто-то хочет. Международная репутация минус 10. Ну, как я и говорю, обычно я эти корабли не трогаю. Так, делаем убустренную, смотрим, что из этого получится. И как видите, минус денег у нас фактически нет. У нас были расходы, которые... Вот, диаграмма, да, пошла расходов внизу. А они взлетели, как только мы все построили и упали. Да, все. Доход, сейчас посмотрим. Пока что здесь все стоит у нас на месте. Так, кто что хочет. Технический прогресс, путь к самостоятельности. Обязательно. Библиотека, естественно, нужна. Нам нужны улучшения на фермах, поэтому библиотеку надо тоже будет строить. Но потом, но потом, но потом. Так, ну, пока что мы торгуем исключительно кукурузой. Так, плантацию построили, построили. Ставим этот приоритет, тоже высокий. И ставим этот тоже высокий приоритет. Вот так. Народ у нас сейчас пока питается только кукурузой. Пускай так пока все и остается. На местное потребление каких-то еще других ферм я строить пока не буду. Они не рентабельные. Ну, по крайней мере, не такие, как хлопок. Так, ну, и, естественно, на хлопок нам надо будет поднимать бюджет сюда. Пока что здесь есть люди. У нас вообще 70 человек. И это не так много безработных у нас. Ноль. У нас 8 свободных локаций. Поэтому пока что мы подождем, пока не прибудут. Так, да, да, да. Приехали тени. Про разглашение независимости от нас хотят. Друзья, опять же, я не заостряю внимание на всех этих прочтениях и отыгрышах. У нас с вами просто цель выйти в плюса на самой ранней стадии. И больше не иметь никаких финансовых проблем в дальнейшем. Вот это вот. Несчастье с этими дорогами, да? Вот так и норовит куда-нибудь скривиться. Так, еще одну построили плантацию. Отлично. Здесь людей пока нету, менеджеров нету. Все это пока что подождет. Нам нужны люди. У нас куча вакансий. Так, ну и в принципе, по большому счету, особо-то второй порт нам тоже не нужен. Так, тут нету людей. Давайте-ка проведем сюда дорогу. Так, дорога не получится. Так, бездельники где? Возвращаются обратно. Отлично. Если они так и возвратятся, то они нам тут, в принципе, все откроют. Хотя... Плохо они тут открыли. Давайте-ка я их... Когда атакуем? Да, к сожалению, друзья, их голос убрать нельзя. Вы видели, я сейчас убрала звуки и так далее. Все просто на минимум. Но они, тем не менее, все равно орут. Поэтому тут уже тут ничего не поделаешь. Ладно, пускай они дойдут сюда. Откроют эту часть. Я понимаю, тебя терзают обыденные проблемы, вроде денег. На этот раз я тебе помогу. Но помни, я помогаю только один раз. Понятно, он помогает только один раз. Деньги в казну. Друзья, давайте не будем лукавить. Я возьму себе на швейцарский счет. Посмотрим, как мы с вами справимся. Собственно говоря. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Итак. Вот уже на 2000 хлопка, на 1000 кукурузы. И трешечка нам сейчас приплывет. А главное, что вот, нам нужно 18 человек. Это отлично. Так, что тут хотят накопить? Да, обязательно. Обязательно мы накопим. Даже не сомневайтесь. Так. Люди прибыли. Смотрим. Вакансии 0, безработных 2. Соответственно, что мы делаем? Мы ничего не делаем. У нас еще не все построено. Так. Мы сможем сейчас построить, наверное, библиотеку. Которую от нас хотят. И она нужна, естественно. Нужна без библиотеки. Тут никак. Так. Ну, это, конечно, сомнительное украшение. Но, тем не менее, ладно. Строим библиотеку. Сейчас, сейчас, сейчас придут. И сюда придут. Везде они придут. Так. Делаем улучшение. Прежде всего. Так. Нельзя. А. Исследование для этого нужно. Поэтому. Подождем пока. Так. Бездильники вернулись. Солдат всегда готов исполнить свой долг. Я, я. Иди-ка сюда. Вот. Исполняй свой долг. Разведывай мне эту шахту. Поскольку помнится мне, что тут были у нас бокситы. По-моему, где-то здесь было железо и еще что-то. Так. А где пенультима-то? Чего-то я его не вижу. Время власти изменяет наше представление о человечестве. Для нас, люди всего лишь... Пять деревенских домов, пять управляющих. Ну, в принципе, в виде исключения, опять же, потому что задание. Так-то, друзья, я как бы не собираюсь никакие расходы нести, чтобы как можно меньше тратить денег на все вот эти вот излишества типа домов. Но тут нам придется явно. Квазенда. Так. Как бы вас тут так поставить? Вот так и будем вас ставить. Так, что у нас делают конторы дальнобойщиков? Приоритет. Нужна еще одна. Это 100%. И... Нужна тут дорога. Так. Пока что, наверное, хватит. Хотя бы... Так бы я тоже сделала. Хуже не будет. И опять же, как я повторяюсь, красоту особо я тут наводить не буду. Наши тропиканцы будут жить в суровых условиях. Быть колонией короны нелегкий труд. И вы с ним не справляетесь. Так. Колонии Пуэрто-Коко и Ислароха показывают значительно лучшие результаты. Пошли нафиг. У нас минуса, поэтому мы не платим налогов, но мы их и не собираемся платить. Так. Поставили приоритет на эту? Поставили. Как видите, далеко бежать строительные компании. Тем более, они сейчас как... На этой стадии они еще бегают. Вот это люди с тачанками. С такими вот... Машины еще не изобрели. И, как видите, вот уже не хватает транспортных компаний. Так. Ну вот, сахар они наконец-то построили. Так. Здесь люди все. Здесь мало. Ну, по крайней мере, предприятия работают. Так, строим еще контору дальнобойщиков. Итак, одна здесь и одна здесь. А, так у нас вообще всего лишь одна контора дальнобойщиков работает. Хорошо, тогда подождем. Давай тебя тоже приоритетом поставим. Сейчас у нас дело закипит, потому что, видите, тут у нас товару накопилось довольно много. Так, что у нас вакансии 15. Нам нужны люди. Поэтому так интенсивно так строится тоже не очень. Так, ну вот, кто-то уже пришел. Ждем, можем запустить даже на ускоренное. Его королевское величество велел мне доставить вам это письмо с благодатью. Так, ну это за сахарную плантацию. Берем, естественно, срок продления. Хотя, пока вроде... Ну, сейчас будут революционеры просить там построить всем форт и так далее. Это тоже те расходы, которые здесь совершенно не нужны. И даже, как бы, не знаю, попробуем и нашим, и вашим. Так, корона присылает помощь 3000. Ну ладно, 3000. Тоже на полу не валяется. Что надо? Два дока принять. Их у нас уже есть. Вернее, они сейчас будут. Так, еще одна построилась транспортная компания. Отлично, все, теперь у нас экспорт пойдет. Можно добавить, конечно, какую-то торговлю. Что у нас? Хлопок, да? Добавить, добавить. Ага, с короны нужно. Ну, значит, не будем. Либо, не знаю, что мы можем. Рыба, кукуруза, табак, хлопок. Это все с короной. Бревна. Да, кстати, надо будет построить лесопилку. Но, по-моему, это сейчас будет то ли просьба, то ли задание. Поэтому мне, в принципе, это лесопилка не нужна. Не нужна она мне. У нас и так не хватает людей. Поэтому никаких лесопилок. Единственное, что там было по просьбе построить дома, но это пускай потом. Король предложил большую награду за поимку черной бороденки. Черная бороденка. А который стал слишком опасен. Давайте отправим. У нас вот это вот... Тоже по обмену. Народившаяся непонятно где мадам. Так, давайте ее и отправим. Она, я думаю, с пиратами найдет общий язык. Хотя она на единичке. Не прокачанная, но... Так, кто-то что-то еще хочет. Так, сахар мы так производим. Будем потихонечку экспортировать. Ничего. Так, это кто хотели? А, это... Это этот хотел. Так, новая библиотека сейчас у нас будет. И начнем непременно исследование. Так, и так у нас уже пошел легкий плюс. Легкий плюс. Все отлично. Смотрим, затоварка. Здесь кукуруза. Затоварка не сильная. То есть, в принципе, все более-менее... Более-менее выводится. Вот опять же, да. Важный командир нашей экспедиции встретил пирата и решил ему помочь. Вместе они разграбили несколько городов. Да, теперь Черная Бороденка известен под именем Черная Бородка. Я так и думала, что они споются. Так что, да. Наш член династии прокачался. И прошу ознакомиться с моей династией. Это вот Аделаида Джорнис. Это та самая хозяйка Медной горы, за которую мы играем. Ну, и ее династия. Почему-то у нас исключительно все женщины. Есть надежда, что кто-нибудь последний все-таки будет мужчина. Но она слаба. Так, Мариса Джордан Скряга. Прошу познакомиться. Она помогла отменить сухой закон США, между прочим. Это гордовыпускник Гарвардского университета. Хотя, кстати, про Марису уже не говорят. Но она гордовыпускник Магаданского института. Так, это у нас на общих. Гарвардская. Это у нас тактик Биллиан Джорнис. Тропиканские солдаты несут меньше урона. Это довольно молоденькая барышня наша, недавно народившаяся администратор Аврора Джорнис. И вот та самая по обмену Хоуп Джорнис. Так что, прошу любить и жаловаться. Итак, как видите, прибыль наша растет. У нас уже 9000. Библиотека построилась. И, по-моему, то ли это в игре Бак, то ли еще что-то. Сейчас к нам припрутся революционеры, попросят еще одну библиотеку построить. Поэтому подождем. Так, что там нас спросили, дома еще построить, да? Ладно. Так, это у нас будет 3, 4, 5. Давайте сделаем 6. Давайте даже сделаем им красоту, хотя это не входит в наши планы. Снесем при этом бедным людям их. А тут у нас город Павилон. Тут у нас трущоба нищих. И тут они живут. И мы пока что это тоже менять не будем. Мы будем очень жестоким диктатором. Наша цель – заработать деньги. Как видите, экспорт сахара идет и довольно быстро. Опять же, всего лишь одна плантация. Не надо строить две. Главное, чтобы из нее просто... Полномочия, корона помощь присылает. И... Революции. Нужна поддержка народа. А народу, по каким-то ускользающим от меня причинам, нужна религия. Так, ну и пошли изучать. Прежде всего нам нужен что? Нам нужен серп, чтобы улучшить нашу ферму. Раньше, а потом, собственно говоря, и шахту. Что там им надо было? Католическая миссия. Черт, я побрал. Ну да, кроме всего прочего, когда играешь сценарий, здесь же еще надо, так сказать, выходить на... Выходить на любовь народа. Так. Вот вам католическая миссия. Ни в чем себе не отказывайте. Так, что у нас творится тут? Хлопок торгуем. Хлопок торгуем. Отлично. Так, дальше. Нам надо было... Сейчас католическую миссию построим, посмотрим, что у нас с людьми. Вакансии 7, будет и уже пенсионеры. Не успели начать, как уже пенсионеры. Так, секундочку. Благодаря вашим усилиям, революционное движение крепнет. Так, да, мне нужны образованные граждане. Прежде всего, мне нужны граждане. Так, сахар мы сейчас экспортируем, деньги мы наберем. Его королевское величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью... Три года. ...службу на благо империи. В принципе, в принципе, давайте-ка подстрахуемся, потому как мне вот это вот не нравится. И, ну, понятно, что роялисты ненависть, они нас ненавидят, они нас не любят, они нас. Так, что у нас можно сделать с торговлей? Рыбы у нас нет. Шерсть у нас есть, и, в принципе, мы можем ее отправлять. Пока что нам шерсть не нужна, у нас пока что нету фабрики. Так, а также мы можем отправлять их лопок, пока у нас хорошее отношение дополнительно. Так что будем работать на плюсы. И строить еще один порт, и пока что тоже, друзья, не буду. Копаясь в ящиках. Да, молодец, открыли улучшение плантации. Сейчас мы их будем улучшать. Так вот, пока здесь нету затоварки, пока я не вижу, что здесь есть затоварка. Они успевают таскать корабли. Я не буду делать никакие еще новые, новый порт я строить не буду. Вместо этого я заведу здесь механизацию, обязательно. Людей мы освободим, лишних нам ненужных. А производительность мы повысим. Так, и сейчас... Вашей колонии дела по-прежнему обстоят неважно в сравнении с соседями Пуэрто-Коко и Исла-Рохо. Его Величество недоволен. Так, заплатить дополнительный налог. Двойной налог я уж точно не собираюсь платить. Да я не буду ничего платить. Так, мы занимаемся нашей внутренней экономикой. Я так думаю, что... Ха, сейчас посмотрим, есть ли эти еще у нас... Да, нет, есть, несмотря на то, что у нас... Испортились сейчас отношения, но тем не менее... А, да, мы экспортируем же не короне, да? Шерсть экспортируем. И хлопок. Отлично. Король, очень вами недоволен, старина. Понадобятся деньги, чтобы вернуть его расположение. А, так, ну вот, давайте теперь пять заплатим. Все-таки пришлось заплатить пять за странцы. Отказаться от сокращения срока полномочий. Кто-то украл мою рукопись и издал... Отлично, молодец, Пимульти. Пимульти, молодец. Так, это у нас раньше выучилась. Так, лесопилка. Бригады, навыки производительности. Нам нужно будет следующее. Потом форт даже вообще, в принципе, особо и не нужен. А потом можно сделать и конституцию. Газета. Газета нужна тоже. Вот таким образом. Так, раньше, да, мы можем улучшить. Улучшаем раньше, улучшаем, улучшаем. Пока она стоит не так дорого. Делаем улучшение. Так. И хотя его величество находит забаву, королевское величество, велел не доставить вам личная награда. Наши земли дикие и не обустроены. Но это наш дом. Мы должны сделать все, чтобы защитить их. Придется строить. Революция. Требует равенства между всеми людьми. Так, управляющего мы, естественно, наймем. Кого, 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 качество работы. Так, тактика. Вот, мы наймем сюда скрягу. И уменьшим бюджет этого здания. Благодаря вашим усилиям. Давай. Мне революционеров. Так, что мне надо было? Мне надо назначить менеджеров. И давайте-ка посмотрим. Молодец. Шахты открыты. Итак, какого менеджера мы сюда можем назначить? Качество улучшилось. Качество так. Тактик сопротивляется. Военное здание. Загрязнение. Так, клиент. Ну, давайте тогда пока что наймем этого. Так, по поводу загрязнения. Загрязнение у нас будет вот в этой области. И это значит, мне надо будет нанять менеджера явно куда-то вот. На эту, наверное, который снимает загрязнение зеленого. Да, 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 да. Так, что там еще надо? Его величество лично прочел ряд докладов о вашем. Мы уже приняли. Его королевское величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу. Берем швейцарский банк. Так, как, заметьте, друзья, я специально не беру сюда деньги. Хотя можно было брать сюда в бюджет. Я беру на швейцарский банк. У нас цель с вами выдержать своими силами. Вот они, денежки, собственно говоря, идут. Тропиканские товары экспортируются. Итак, две сторожевые вышки. Придется ставить. Молодец, Мультиман. Молодец. Давайте посмотрим наши доходы-расходы. Итак, доход все-таки есть в плюсе. Как видите, 12 тысяч. Так. Расход. Так. И доход. Менеджеры без работы, рабочая сила. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас с людьми. Безработных. Так, у нас уже есть безработные, поэтому что мы делаем? Мы жмем на паузу и смотрим, что еще из именно доходных вещей мы можем сделать. Так, во-первых, сюда тоже надо назначить менеджера. А соседние здания увеличатся. Ну, наверное, нет. Наверное, для эффекта соседних зданий мы вот сюда наймем менеджера. Вот так вот эффективность. Соответственно, он охватит как минимум вот эти три. Может быть, даже четвертый прихватит. Я надеюсь. Так, сюда мы наймем тоже кого-нибудь из менеджеров. Лидер про союзов. Качество. Ну, так. Эффективность. Эффективность здания. Оно удаленное. Поэтому эффективность здания возьмем вот это. Так, вот тебя мы наймем на эффективность здания. А сюда мы просто кого-нибудь наймем. Потому что отсюда далеко таскать. Если оно будет усиленно продуцировать у нас хлопок, отсюда просто не будет успеваться выводить. Оно вывозится довольно далеко. Так, тактик сопротивляется общее военное здание. Да, давайте возьмем лидера профсоюзов. Вот так вот. Так. Поехали дальше. У нас 9000+. И нам надо строить вышки, потому что нам нужны революционеры. Нам надо право сглашать независимость в конце концов. Так, стражевая вышка. Одна. Где там у нас еще любят ходить упыри? Вторая. Так, наши бездельники открыли тут шахту? Открыли. И так, тут у нас были бокситы, тут у нас железо, и это они не открыли. Так, пять лет прошло. Раз в пять лет проходится охранка автоматическая. Где это было-то? Глянь, где-то еще ходят. Конечно, тут трата непростительная, но да ладно. Шахта нам понадобится. Так, и как видите, все очень быстренько построилось. Здесь вторжевые вышки. Так, образованные граждане. Образованные граждане нам нужны. Что у нас с людьми? Девять безработных, три вакансии. Соответственно, три человека у нас будут безработных. Надо уже думать, куда занимать народ. Давайте посмотрим, что у нас творится с Рейлисты Ненависть и их большинство. Революционеры? Ну ничего, сейчас у нас революционеры подрастут. Революционеров будет больше. Так, рабочая сила вакансии энергия нам не нужна. И как видите, доход растет, растет и растет. Это я, опять же, цель всего этого видео сказать, что нету ничего, откуда такие деньги. Так вот, смотрите, что... Какие чудеса способны совершить четыре хлопковых плантации и две ранчо по шерсти. В принципе, даже их можно было сейчас на ранних стадиях не строить. Как говорится, на будущее пусть будет. Есть такая поговорка, старина. Мой дом, моя крепость. Так, дешевые, дешевые. Фазенд. Так, еще пять фазенд. Строим пять фазенд. И фазенды мы будем строить тут. Больше тут строить нам и нечего. Раз, два, три, четыре. Пять. Отлично. Посмотрим, как долго будет отдержаться, потому что, естественно, чем больше мы строим лишних зданий, как я их называю, лишними, тем у нас больше растут расходы. Наша цель добраться до фабрик-заводов. Они у нас откроются, я так понимаю, еще не скоро. Секундочку, давайте посмотрим, когда у нас будет текстильная фабрика. Будет разблокировано в мировые войны. мировые войны. Это у нас... По-моему, где-то вот 10... Да, открываются мировые войны. Вот. Вот это вот. После того, как мы примем конституцию и так далее, и тому подобное. Давайте же тут аберркратизм. И последним будет у нас курок. Кстати, что у нас в библиотеке, кто менеджер? Даже не знаю. Оставим пока его. Без менеджера. Хотя, в принципе, и библиотеку можно прокачать на то, что... А, да, это мировые войны. Я уже... Строительство подводного дворца Его Величества. Для оплаты этого проекта... Так. ...хороне понадобится... Половину. Отвень. Срок не продлевается. Что мы должны сельскохозяйственную продукцию экспортировать? А это что у нас? Началось строительство подводного дворца Его Величества. Не знаю. Кукуруза тоже будет считаться сельским или не будет. Я уже не помню, честно говоря. Молодец. Слава президента! Извините, друзья. Это они орут. Тут ничего с этим не поделаешь. Давайте пошлем бездельников куда-нибудь сюда. Благодаря вашим усилиям революционное движение крепится. Да, 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 да. Давай, давай. Революционное движение нам нужно. Нам нужна поддержка населения. Революционеры должны перевысить. То есть должно быть больше, чем 57 роялистов. То есть нам нужны именно революционеры. Так, ну и ставим на быструю перемотку. В море слишком тесно. Там полно затерянных городов, богатых американских промышленников и спящих древних богов. Прекращено? Правильно. Нечего. Продление полномочий. Срок полномочий. Награду за верную службу. Так. Давайте подстрахуемся. Подстрахуемся продлением. Так, а здесь какая награда? Ага, профессиональных революционеров. Которую я... Все, вот это вот мы сейчас будем копить. 15 тысяч. И 15 революционеров нам не помешают. Это у нас будет 44. И нам останется еще немножко, чтобы чаша весов склонилась на нашу сторону. Так, тем не менее, следим за количеством бездельников. У нас 11. Поэтому, что мы делаем, друзья? Мы нажимаем на паузу и строим еще одну хлопковую плантацию. А именно... А именно... Так. Здесь мы пооткрывали. Сейчас посмотрим, что здесь у нас получится или нет. Так, плантация. Хлопок. Плохо тут все. Плохо тут все обстоят дела с хлопком. Самого хлопкового места у дворца. Да, кстати, вот эта вот плантация, прямо скажем... А, это сахар у нас тут, не хлопок. Так, вот эти хлопковые плантации тоже не очень, не очень, друзья. Особенно, конечно, имеет... Играет большую роль, где ставишь эту хлопковую плантацию. Вот здесь, кстати, она неплохо будет уживаться. Плюс-минус. Рядом с Творцом, но и фиг с ним, как говорится. Прямо как она тут. И просится. Так, бездельнички, вперед. Пришлось потратиться, но что делать? Успеем мы накопить эти 15 тысяч, успеем. Так, транспортная компания. Три объекта. Перевозчик. Три объекта. Эти три, это у нас, предположим, вот это, да? По идее, по идее, не мешало бы, наверное, еще одну транспортную компанию строить. Видите, какая тут у нас затоварка-то происходит дальняя. Так, что надо... Так, вот, как раз они пока идут. Это нам засчитается как экспедиция. Так вот, так, транспорт-транспорт-транспорт. Надо, наверное, ставить куда-то сюда. И вести тут дорогу. Так. Можем мы это сделать. Нам будут мешаться вот эти дорожки. Продлим их. Это та самая фигня, о которой я говорила. Ладно, в принципе, можно будет сделать и так. А что нам тут мешает? Нам тут мешает то, что... Здесь якобы зона у нас неисследованная. Ладно, подождем. Так, два человека еще. Еще у нас прибыли бездельники. Да, 11 безработных. Так, ферма построилась? Нет, еще. Так, затоварка здесь есть? Нет. Экспедиция совершила замечательное открытие. Странные, ушастые, сумчатые животные. Продление срока полномочий и усиление поддержки революционеров. Странное, сумчатое. Его Королевское Величество. Так, дружочки, знаете, что... Женщины любят мужчин в мундирах. Вот это точно, женщины любят. Это катастрофа. Революционеры требуют, чтобы вы оскорбили короля. Обязательно мы оскорбим короля. Вы вырежете, что оскорбительное письмо лучше всего донесет нашу точку зрения. Король нецензурно, королева, бранное слово. Нецензурно, нецензурно, король нецензурно. Ну, королеву мы, наверное... Давайте оскорбим королеву. Король просил передать, что он обязан вас наказать, даже если вы сказали правду. Мне даже не пришлось уговаривать его смягчить наказание. Нам скосили срок или что? Даже если мы сказали правду. Именно на это я и рассчитывала. Ну да ладно. Как получилось, так получилось. Так, сделали, да? Замечательно. Механизация. Отлично. Так, всё. Деньги мы накопили. Вы оказались в трудном положении. Его величество крайне недоволен вами и решил наказать вас, дав этим пример, другим колониям. Понятно. У нас забрали пять тысяч. Но тем не менее 15 мы накопили на счету и мы получили, я так понимаю, поддержку революционеров. Давайте посмотрим, что у нас. 58 сторонников революционеров. То есть мы уже начинаем перевешивать. Наши революционеры начинают доминировать на этом острове. И как видите, финансы наши продолжают расти. Что? Чего мы и добиваемся. Так, строим ещё одну контору дальнобойщиков. Не важно, когда мы здесь что откроем или не откроем. Так, и она у нас будет работать на эту. На эту сторону. Вот так вот. Многие готовы отдать жизнь за свои идеалы. Тебе же придётся отнимать жизни ради своих. Реалистов убить? А, убито несколько рейлистов. Ну ладно. Так. Да, их стало меньше. Я никого убивать не собираюсь. Это не наши методы. Народная поддержка дела революции растёт. Но это ещё не предел. Нужно решить проблему трудоустройства на острове. Да, у меня удовлетворённая работа 41. А кто у меня тут неудовлетворённая работа и безработа и 15? Кстати, средняя школа. Ладно. Сейчас мы вам найдём работу. Все на хлопковые фабрики. В принципе, в принципе, можно сейчас уже рискнуть построить ещё один порт. Ну, я бы построила лучше ещё одну плантацию. Вы расчёте на то, что у нас будут две текстильные фабрики. И это значит 4 или 6 полей. Сколько у нас сейчас полей хлопковых? Раз, два, три, четыре, пять. Да, ещё одно можно построить. Хлопковое поле. Если я найду, куда? Если я найду, куда, друзья? Потому что земля тут не очень плодородная. Далеко просто нету смысла. Даже если есть у нас далеко где-то плодородные земли, это лучше построить на менее плодородный, но ближе к сбыту, чем вот так вот. Далеко. Так, ну, а поскольку у нас тут будет с вами банановая республика, хлопковая страна, не очень хочется, но да ладно. Расчёт на то, что всё будет потом. Потом мы построим, когда дойдём до гидропонных фабрик, до гидропонных ферм, вернее, всё это место у нас освободится. И тогда и будем здесь строить красоту. Ну, либо просто перестроим, что вряд ли. мы лидеры тропиканской нации, стремясь выразить на словах свободно. Так, ну, что у нас там поддержка? 59 сторонников. Отлично. И корона к нам тепло относится. Всё замечательно. Главное, никаких излишеств. И слишество это вред, это зло. Так, затоварочка идёт. Ну, хотя, в принципе, ага. Так, стоп, 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 стоять. Бездельники разведали, да? Иногда атакуем! Так, ещё раз прошу прощения, друзья, они орут, их не унять. Атаковать-то мы атакуем. Давайте-ка вы мне как бы вас так направить так правильнее. Пойдёте мне вот сюда вот. Атаковать. Так, ну, а теперь можно построить, не можно, инжиденты, метеоролог из меня не получился. Ох, да-да-да, самое время у нас смерч. Ну, у нас включены и даже нередкие стихийные бедствия. Посмотрим, что нам тут разрушить. Кстати, нам пока он рушит, ничего не мешает строить дороги. Собственно говоря. они там ещё не разведали всё до конца. вот здесь так, я надеюсь, что это исследовательскую группу мне там не унесёт. Так, что у нас снесёт? У нас снесёт сейчас плотацию с сахаром. и в принципе, в принципе, это будет неплохо, если её, конечно, снесёт. Нет, у нас снесли дома, разрушили все лачуги, люди летают. Ну, я надеюсь, что творится постоянно. что-то очень долго этот смерть, что-то прямо несколько месяцев длиться. смотри, каковы стервяцы. А, они пошли, они пошли по дорогам, но они так и делают обычно. Они ходят засранцы только по дорогам. Я снова в игре, и теперь я могу... Так, одна фазанда разрушила. Ну, знаете, что, давайте восстановим. В конце концов, ладно. И, как видите, у нас уже по 17 тысяч на счету, и я думаю, что все вопросы по поводу того, откуда такие деньги, когда ничего нету, должны отпасть сами собой. Не так ли? Ладно, мы проведем тогда так дорожку. что будешь делать? Да, с дорогой мы тут, конечно, прямо скажем, как-то странно обстоят дела. Так, ну что, удовлетворение работы 42. Секундочку. Что у нас с рабочей силой? Безработные 3 у нас еще есть. вакансия 10. Ну, пусть ищут. Пусть ищут. что у нас тут? Мы народ тропика. Требуем право на ношение оружия. А, нет. Тут одна буква. Так. Право на ношение оружия. Принимаем. Преступности и свободы. Замечательно. Я готов отдать жизнь, если потребуется. Обязательно отдашь свою жизнь. А пока что вот потребуется тебе все-таки вот сюда сходить. 43 из 45. Что мы можем еще сделать? Мы можем повысить на хлопковых плантациях на тех же наших любимых зарплату. Совсем немножко. так, это тоже хлопок, да? И вот еще хлопок. Все, сейчас сюда набежит народ, и они все будут довольны до 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 высшей степени удовлетворенности, скажем так. Так, механизация и так, все здесь у нас есть. надо еще одного довольного работать. Так, что у нас здесь? У нас здесь все сделано, да, подготавливаемся сразу. Благодаря вашим усилиям революционное движение так, нет, все, три образованных граждана. Мы, тени управляющие мы, тайная власть, мы, спаси. Так, ясно, ладно, еще нельзя. Ну, нам что, плохо, что ли, денежка наша растет. У нас еще два года срок, сроки нашего полномочия. Так, вот это вот пассажирский корабль. Очень так интересно сделано. Вот тот вот грузит, у него грузовой отсек, грузовой, а на это прибывают пассажиры. Все, как на самом деле. Никакого обмана. Два угля, а это боксид. дело в том, друзья, эту компанию, вот эту компанию, я, наверное, играть не буду. Я сейчас просто для себя, я вообще не так давно играю в Тропико, всего-то, не знаю, сколько там, часов 50, наверное. Вот, поэтому я для себя сейчас прохожу вот эту же компанию, только там уже достаточно далеко. И чисто вот для показательных результатов включила эту запись о том, что все-таки можно возводить экономику в плюс. Даже вот при таких средних, да, настройках можно сделать еще сложнее, но механика от этого не изменится. то есть прежняя схема работает. Понятно, что это будет у нас банановая страна. Да, они открыли бумагу, теперь мы можем сделать газету. Делаешь газету и это у нас должны попросить революционера. Давайте подождем, пока они это попросят. Так, за товаркой есть? Нет, за товарки нету. Хлопок 3 800, хлопок 7 600, с этого 11 000, а с этого тоже где-то десяточка. Сейчас уже начал отгружаться. Так что вот так, друзья. Вот он тот самый тайный залог успеха. свой остров. Мы будем драться на побережьях, мы будем драться на полях и на улицах. Вот это уже драться за надежными каменными стенами. Сторожевые вышки это уже минус. Так, у нас две, да? на улицах. что делать, раз это просят революционеров. Итак, одна здесь, одна здесь, вокруг дворца, в принципе, можно поставить, давайте, поставим вот так вот за дворцом, так, раз, два, три, четыре. Нам важны наши предприятия, поэтому надо, где-то рядом с фермами ставить. Прямо даже вот так вот. Так, извиняйте, ребятки, мы тут вам башню влепим. Так, даже не знаю, где еще. Давайте здесь еще, перед дворцом. Так, что у нас с которым мы дальнобойщика смотрим? Затоварка, затоварка, но потом, когда они перейдут на автомобили, хотя они сейчас носятся, как угорелые, да, затоварка есть, друзья. И вот, что значит дальняя ферма, да? Так, интербандистам закончилось предложение хлопок. Ну, и ладно. Мы можем посмотреть, что у нас еще. Шерсть мы так и возим, табак нет, табака у нас нету. Железо, золото, бревна. Ну, как бы и бог с ним, не будем больше ничего мы вывозить. И специально для этого строить я тоже не собираюсь. В принципе, так нормально. сейчас, конечно, доходы подопадут из-за вот этих башен. ну, опять же, это сценарий. Когда играешь одиночную компанию, это в принципе ничего не нужно. Итак, все-таки еще одна транспортная компания требуется. Я это вижу, не успевает вывести, тут же появляется еще новая. Поэтому пока есть деньги 39 тысяч, как видите. Еще одна контора дальнобойщиков, друзья, еще одна контора. Так, и на будущее у нас будут плантации здесь. Здесь я явно ничего уже не буду делать. Скорее всего, какие-нибудь фермерские вещи. Давайте-ка сюда я, наверное, поставлю. Так вот. да заодно и займем наших трех безработных. Замечательно. Так, вот здесь у нас порт будет продлеваться, соответственно, давайте сюда и вышку залепим. благодаря вашим усилиям революционное движение... Да-да-да-да. Итак, я уж не знаю, куда крепче. Честно говоря, о главном-то я и забыла. Я забыла, как делать эту несчастную независимость, как ее провозгласить. Мы тени, управляющие миром. Мы тайная власть. Ах, наша популярность должна быть выше 50. Мы орден. А-а-а. Ну, тогда, чтобы стать популярным, сейчас мы быстренько что-нибудь сделаем. Мы сдадим какой-нибудь указик. типа дополнительных пайков сдать. Так, потом, что еще народу надо, чтобы он меня любил. Давайте посмотрим. Так, прибыль от развлечения. Ах, развлечения. Что нужно тропиканцам? Тропиканцам нужно развлечения, друзья. Я об этом совсем забыла. А это таверна. Так, где у нас тут портовую таверну? Так, где у нее перед, где у зад? Давайте посмотрим поближе. таверна. Так, Что еще? Вам не нравится поддержка населения? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-то. Или это как-то так делалось? Конечно, в этих меню не самым удобным образом построенном. Итак, развлечения. Сейчас у нас будут разнообразия пищи. Так, значит, надо им построить что-нибудь здравоохранение. Ну, так себе. Работа, без работа, религия более-менее. Значит, что мы вам строим? Мы вам строим больницу или что-нибудь в этом роде. Клиника. Более того, мы ее не можем строить. Так, тогда делаем вам разнообразие пищи, а именно пристань. Рыбка есть, рыбка есть. Вот. Так, только здесь бы, конечно, не хотелось это все делать. Здесь нам нужны другие вещи. Нужны поэтому ставим от пристань подальше, чтобы она нам тут не мешалась. очень странный способ, но ладно. Так, дорога. так, это у нас будет довольство от еды, то есть два вида еды. В принципе, можно построить какое-нибудь еще раньше мясо-молоко. в принципе можно. Лишним оно не будет, но особой прибыли оно тоже не будет давать. Так, где она у нас поместится? А, неплохо она у нас поместится вот здесь. Не самое лучшее место, но и не самое худшее. так вот браться. Так, шерсть закончилась, торговое предложение. Ладно. Мы можем экспортировать в принципе кукурузу подторговую. Чем-нибудь бревен у нас нету. Появится мясо. добавим все. Пойдем, у нас все исследовано. Нам в принципе больше нечего здесь делать. Нам пора провозглашать независимость. Единственная любовь народа не сочетается с наличием денег. Ничего, сейчас будет таверна. вот уже 42. Вот что значит таверна. Сейчас построим рыбку. Надеюсь, мы это успеем сделать. Ибо если нет, то давайте-ка еще одну таверну построим. вот например где-нибудь здесь будете заходить на работу или здесь здесь как-то не очень в городе отличное место для таверна. Что доктор прописал. Так быстрое строительство. извините, ждать некогда. Быстрое строительство. Так ага и еще что вам нужно это магазин. Да 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 вам нужен магазин. Это вот он и магазинчик мы вам тоже поставим куда-нибудь население у нас здесь да сконцентрировано давайте сюда не хотелось бы места занимать сильно много так так быстрое строительство строительство так ферма быстрое строительство смотрим что вам не хватает так полицейских участок у нас нет развлечения 3 что у нас 3 2 товар на странно так ладно пища разнообразие пищи 2 сейчас будет мясо это будет три и молоко я уж не знаю считается или нет здравоохранения у нас нету жилье бездомные так но можно построить особнячок например для богатеньких наших у нас же уже есть богатенькие не факт но а вдруг так ча 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 давайте особняки здесь что ли поставим так вот один построим быстро остальные пускай строится сами конце концов все кто работают во дворце должны где-то жить посмотрим заселится ли сюда кто-нибудь так ну в принципе можно еще построить им радио и насколько я знаю это как говорится последний козырь вернее не радио газету так 50 50 есть мы тени управляющий миром мы выше чем его свет окей то еще вам такого сделать чтобы вы были довольны обожание рационера нас просто обожают а религия у нас подкачала друзья нас подкачала религия а поэтому церковь только в мировые войны ну давайте еще немножко подождем президент 59 губернатор остров готов к революции да 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 так достаточно высок независимость окей мы провозглашаем независимость мы тени управляем ну-ка президент и ой что это я губернатор остров готов к революции давайте революция независимости весьма так и у нас есть эти деньги мы покупаем себе свободу и трамп попал друзья вот таким образом мы заканчиваем нашу миссию и так мы делаем конституцию соответственно вот так вот я по-моему брала конце концов потом можно если что поменять вот и исследование исследование пошли нам нужны а заводы так для начала нам нужен нужно посольство варианты и и так далее и тому подобное кет вот так вот ну и дальше миссия продолжается друзья дальше всем уже все понятно да дальше мы должны выиграть наши первые выборы президенты приветствую тебя брат сегодня ты со своим семейством вступишь в круг тех кто принял на себя бремя управлением миром все друзья поэтому вот эта миссия заканчивается и так далее там подобное как говорится история идет дальше но как я говорила цель этой игры было было показать что в принципе вот при сложности экономики зрения можно так можно делать и выше как бы поэтому принцип от этого не меняется так что огромное спасибо всем кто это видео посмотрел я не знаю как она длинная или не длинная получится попробовала подрезать все вам хорошего и пока 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 outreach ты ты т ты Продолжение следует...